книга открытым оком тема русская православная церковь вопрос 3993 том 29 бежавшие за рубеж поняли ли хотя бы отчасти что произошло менялись ли они к лучшему отвечает игнатий тихонович лапкин история с израилем полностью применимо и к русским бог мял жег вымачивал они снова тянулись к идолам но некоторые видели каемку пропасти а нужно было образовывать кружки по изучению библии идти в те народы с евангелием и жить со христом впустив его в свою жизнь но даже в лучших докладах нет христа библии а есть храмы и призыв быть хорошими православными доклад всезарубежному собору 1938 года цитата последствием крушения русского государства явилось возникновение зарубежной руси более миллиона русских принужден при принуждено было оставить родину и рассеется по всему лицу земного шара проживая в новых условиях среди других народов многие из русских за истекшие годы успели почти забыть свое отечество свой язык и свои обычаи и слиться с массой среди которой проживают подавляющее большинство однако не только сохранила свою народность но и живет надеждой возвратиться на родину попадение нынешней власти в настоящее время русские живут по всем концам мира нет такого уголка на земле где бы не было русских людей в большем или меньшем количестве важен вопрос что представляет в духовном отношении русские за рубежом значительная часть выехавших русских за границу принадлежит к тому интеллигентному классу который в последнее время жил идеями запада принадлежа к числу чад православной церкви исповедуя себя православными люди того круга в своем миросозерцании значительно уклонились от православия главным грехом людей того класса было что они не свои убеждения и уклад жизни строили на учении православной веры а старались правила и учения православной церкви согласовать своими привычками и желаниями посему с одной стороны они весьма мало интересовались сущностью православного учения часто даже считая совершенно догматическое учение церкви несущественным с другой стороны они исполняли требования и обряды православной церкви но лишь постольку поскольку это не мешало их больше европейскому чем русскому укладу жизни отсюда пренебрежительное отношение к постам посещения храмов лишь на короткое время да и тот для удовлетворения больше эстетического чем религиозного чувства и полное непонимание религии как главной основы духовной жизни человека многие конечно внутренне были настроены иначе но выявить это вовне в жизни не у многих хватало силы и духа и умения в области общественной класс тот также жил идеями запада совершенно не уделяя в ней места влиянию церкви он стремился перестроить всю жизнь России особенно в области государственного управления по западным образцам посему в последнее время велась особенно ожесточенная борьба с государственной властью причем необходимость либеральных реформ и демократического устройства России сделались как бы новой верой не исповедовать которую значило быть отсталами использовав для борьбы с монархией клевету на царскую семью широко распространенную по всей России а также охваченная жаждой власти интеллигенция довела до крушения императорскую Россию и подготовила путь для коммунистической власти не примиряясь затем с мыслью о потере так долгожданной власти она объявила борьбу коммунистам вначале главным образом из-за нежелания уступить им власть борьба против советской власти охватила затем широкие круги населения особенно привлекший молодежь в горячем порыве стремившуюся воссоздать цитата едимую неделимую Россию ценою своей жизни было проявлено много подвигов запечатлевших доблесть христолюбивого русского воинства однако русский народ оказался еще не подготовленным к освобождению и коммунисты оказались победителями интеллигенция частью была уничтожена а частью бежала за границу спасая свою жизнь между тем коммунисты вполне выявили свое лицо и кроме интеллигенции России покинуло и множество населения других слоев отчасти спасая свою жизнь а отчасти идейно не желая служить коммунистам очутившиеся за границей русские люди пережили большие душевные потрясения в душах большинства произошел значительный перелом ознаменовавшийся массовым возвращением интеллигенции к церкви многие храмы за рубежом наполнены по преимуществу ею интеллигенция заинтересовалась вопросами духовной жизни и стала принимать активное участие в церковных делах образовалось множество кружков и обществ поставивших религиозно-просветительские задачи члены которых изучают священное писание творение святых отцов и вообще духовную жизнь и богословские вопросы многие из них приняли духовный сам однако все те отрадные явления имели и отрицательную сторону далеко не все обратившись к вере восприняли ее во всей полноте православного учения горделивый ум не мог согласиться с тем что он до сих пор стоял на ложном пути начались стремления согласовать христианское учение с прежними взглядами и идеями обратившихся отсюда появление ряда новых религиозно-философских течений часто совершенно чуждых церковному учению среди них особенное распространение получило софианство которое основано на признании самоценности человека и выражает психологию интеллигенции софианство как учение известно сравнительно небольшому кругу лиц придерживаются его открыто совсем немногие но духовно сродна ему значительная часть иммигрантской интеллигенции ибо психология софианства есть почитание человека который является несмиренным рабом божиим а сам есть маленький бог не имеющий нужды быть слепо покорным господу богу чувство тонкой гордости связанная с верой в возможность для человека жить собственной мудростью весьма характерно для многих культурных по нынешнему людей которые выше всего ставят свои умозаключения и не желают быть во всем послушными учению церкви относясь к ней снисходительно хорошо благодаря тому зарубежная церковь была потрясена рядом расколов вредящих ей доныне и увлекших в себя даже часть иерархии то сознание чувства личного достоинства проявляется и в делах общественных где каждый хоть немного выдвинувшийся из рядов или думающий что выдвинулся выше всего ставит свое собственное мнение и стремится стать вождем благодаря всему русское общество разделилось на бесчисленное множество партий и группировок непримиримо враждующих между собой и стремящихся проводить именно свою программу иногда представляющую весьма разработанную систему а иногда просто призыв идти за той или иной личностью надеясь спасти и возродить Россию осуществлением своих программ общественные деятели почти всегда выпускают из виду то из виду что кроме действий человеческих в исторических событиях проявляется перст божий русский народ весь в целом совершил великие грехи явившиеся причиной настоящих бедствий а именно клятва преступления и цареубийства общественные и военные вожди отказали в послушании и верности царю еще до его отречения вынудив последнее от царя нежелавшего внутреннего кровопролития а народ явно и шумно приветствовал совершавшиеся нигде громко не выразив своего несогласия с ним между тем совершилось нарушение присяги принесенной государю и его законным наследникам а кроме того на главу совершивших то преступление пали клятвы предков земского собора 1613 года который постановление свои запечатлел проклятием нарушающих его в грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители а и весь народ ликовавший по случаю свержения царя и допустивший его унижение арест и ссылку оставив беззащитными в руках преступников что уже само собою предопределяло конец таким образом нашедшая на россию бедствие является прямым последствием тяжких грехов и возрождение возможно лишь после очищения от них однако до сих пор нет настоящего покаяния явно не осуждены содеянные преступления а многие активные участники революции продолжают и теперь утверждать что тогда нельзя было поступить иначе не высказывая прямого осуждения февральской революции восстания против помазанника русские люди продолжают участвовать в грехе особенно когда отстаивают плоды революции ибо по словам апостола Павла особенно грешны те которые знают они знают праведный суд Божий что делающие такие дела достойны смерти однако не только их делают но и делающих одобряют послание к римлянам 1.32 наказывая господь одновременно и указывает русскому народу путь к спасению сделав его проповедником православия по всей вселенной русское рассеяние ознакомило с православием все концы мира ибо русская беженая масса в значительной области бессознательно является проповедницей православия везде где только живут русские строятся ими маленькие беженские или даже величественные храмы а часто служатся и в приспособленных для того помещениях большинство русских беженцев не знакомо с религиозными течениями в среде своей интеллигенции и питаются теми духовными запасами которые накопились у них на родине широкие беженские массы посещают богослужение часть ее и активно в нем участвует помогая своим пением и чтением на клиросе и прислуживая возле храмов создались церковные ячейки несущие на себе заботу о содержании и благолепии храмов а часто кроме того занимаясь и благотворительной работой взирая на переполняющих в праздничные дни храмы богомольцев можно думать что действительно русские люди обратились к церкви и каются в своих прегрешениях однако если сравнить цифры посещающих храмы с числом проживающие в данной местности русских то окажется что аккуратно посещает храм около десятой части русского населения столько же приблизительно посещают богослужения по большим праздникам а остальные или весьма редко по каким-либо случаям бывают в церкви и совершают изредка домашнюю молитву или совершенно ушли от церкви последнее иногда бывает сознательно под влиянием сектантских или других антирелигиозных влияний а в большинстве случаев просто люди не живут духовными запросами черствеют и грубеют душой и доходят нередко до настоящего нигилизма русские люди в громадном большинстве несут тяжелую жизнь полную тяжелых душевных переживаний и материальных лишений как не гостеприимно относятся к нам в некоторых странах относятся к нам в некоторых странах в особенности же в братской нам Югославии правительство и народ которые делают все возможное чтобы засвидетельствовать свою любовь к России и смягчить горе русских изгнанников но все же русские всюду чувствуют горечь лишения родины вся окружающая их обстановка напоминает что они суть пришельцы и должны применяться к часто чуждым им обычаям питаясь крохами падающими от трапезы приютивших их даже в тех странах где к нам относятся с полным благожелательством естественно при распределении труда первое место дается хозяевам страны а пришельцы при теперешнем тяжелом положении большинства стран не могут часто получить заработка те же из них кто сравнительно хорошо обеспечен все же принуждены они должны постоянно чувствовать свою бесправность и отсутствие органов могущих их защищать от несправедливости лишь сравнительно очень небольшая часть их совершенно слилась с местным обществом но то нередко бывает связано с полным отчуждением от родного народа и своей страны в таком во всех отношениях тяжелом состоянии русские люди за рубежом проявили исключительные высокие качества терпения выносливости и самопожертвования словно забыв о прежних прекрасных у многих условиях жизни своих заслугах перед родиной и союзными с ней во время великой войны странами о своем образовании и всем остальном что могло бы побуждать стремиться к комфорту жизни русские люди в изгнании взялись за всякого рода занятия и работы чтобы обеспечить себе возможность существования за границей бывшие вельможи и генералы сделались простыми рабочими ремесленниками и мелкими торговцами не гнушаясь никакого рода трудов и помня, что никакой труд не унизителен если не связан с безнравственными поступками русская интеллигенция в том отношении проявила не только способность во всех обстоятельствах сохранить свою жизненную энергию и побеждать все, что стоит на пути ее существования и развития но показала и что имеет высокие душевные качества способность смиряться и терпеть школа беженской жизни многих нравственно переродила и возвысила должно отдать честь и почтение тем кто несут свой крест беженства исполняя непривычные тяжелые для них работы живя в условиях, о которых никогда прежде не знали и не думали и при том остаются крепкими духом сохраняют благородство души и горячую любовь ко своему отечеству и без ропота каясь о прежних прегрешениях перенося испытания поистине многие из них как мужи, так и жены ныне в бесчестии своем славнее, чем во времена их славы и богатство душевно, ими приобретенное ныне лучше богатства вещественного, оставленного на родине а души их, подобно золоту, очищенному огнем очистились в огне страданий и горят, как яркие лампады но с прискорбием должно отметить, что далеко не на всех страдания оказали такое действие многие оказались не золотом или дорогим металлом а тростью и сеном, гибнущим в огне многие не очистились и не уберились страданиям а не выдержав испытаний, сделались хуже, чем были одни ожесточились и не разумевают, что будучи наказуемы богом мы должны утешаться, помня, что не бывает детей которые бы никогда не потерпели наказание что бог, наказывая нас, взирает на нас как на сынов и тщерей, коих должно исправлять наказанием забывая о прежних грехах своих таковые вместо покаяния прилагают грехи к грехам утверждая, что нет пользы быть праведными что бог или не взирает на дела человеческие отвратив лицо свое от них или даже, что несть бог в мнивой праведности своей считая, что страдают невинно таковые горды сердцем паче велихвального фарисея что часто беззакониям своим превосходят мытарей в своем ожесточении против бога они нисколько не уступают гонителям веры на нашей родине и образом своих мыслей совершенно сроднились с ними посему некоторые из ярых их противников сделались уже здесь в изгнании их друзьями стали их явными или тайными слугами и стараются соблазнить своих братьев другие же вообще не видят дальнейшего смысла к существованию сознательно отдаются порокам или не находя ни в чем отрады оканчивают жизнь самоубийством есть и иные, которые потеряли которые не потеряли веры в бога и сознание своей греховности но воля их совершенно сломлена и они сделались подобными тростнику колеблемому ветрам внешне они подобны предыдущим о коих только что было сказано но внутренне они отличны от них тем что сознают мерзость своего поведения не находя однако сил бороться с своими слабостями они опускаются все ниже и ниже делаются рабами опьяняющих напитков или предаются употреблению наркотиков и становятся неспособными ни к какому делу с прискорбием можно видеть как некоторые некогда достойные и уважаемые люди опускаются почти до бессловесных и весь смысл своего существования полагают в удовлетворении своих слабостей имея единственным занятием отыскания средств для этой цели не имея уже способности сами заработать часто они взирают жадно на руки проходящих и получив что-либо сейчас же стремятся на удовлетворение своей страсти лишь таящаяся в глубине многих из таких падших душ вера соединенная с самоосуждением дает надежду что все из них что не все из них окончательно погибли для вечности лучше чем они внешне но может быть далеко не лучше внутренне суть многие которые живут соблюдая все правила благопристойности и приличий но сожгли свою совесть занимая иногда весьма хорошо оплачиваемые места успев даже приобрести себе положение в обществе в котором они ныне находятся они словно вместе с родиной потеряли и внутренний нравственный закон проникнутые насквозь себя любием они готовы сделать зло каждому кто стоит на пути их дальнейших успехов они глухи к страданиям своих соотечественников стараясь иногда даже казаться не имеющими с ними ничего общего не стесняясь они интригуют против других и клевещут на них чтобы устранить их со своей дороги причем то делают именно в отношении таких как и они изгнанников родины как людей наиболее беззащитных есть такие которые стараются казаться совершенно отрешившимися от своего прежнего отечества чтобы приобрести расположение новых своих сограждан обычно такие люди с опустошенной душой внутри не имеют никакого сдерживающегося сдерживающего закона почему способны на всякие преступления от которых можно ожидать выгоды если они предполагают что они не будут обнаружены посему к стыду нашему во всех почти странах рассеяния совершенно много злоупотреблений и преступлений людьми с русскими именами из-за чего к русским стали относиться с меньшим доверием и ради таковых имя наше хулима во языцах упадок нравов среди нас особенно ярко сказывается в области семейных отношений происходит там то чему бы 25 лет назад никто не поверил святыня брака словно перестала существовать и брак обратился в обычную сделку множество почтенных супругов десятки лет живших в счастливом казалось в нерушимом браке расторгли свои брачные узлы и связались новыми одни то делали побежденные страстью другие из-за выгод от новых браков изыскиваются всевозможные причины и основания для расторжения браков причем часто даже под присягой показывается неправда вновь заключаемые браки как у людей пожилых так и у молодежи не отличаются никакой прочностью особым явлением стали прошения о расторжении браков через несколько месяцев после их заключения малейшее недоразумение и несогласие являются ныне поводом к прекращению брачного союза потому что утратилось сознание греховности нарушения брака церковная власть широко снизошла к слабостям нынешнего поколения значительно облегчив условия расторжения браков однако разнузнанность кажется не знает никаких пределов обходя даже ныне существующие правила после расторжения брака быстро вступает в новий в новый столь же непрочный а затем часто и в третий не имея возможности удовлетворить все свои похоти с заключением браков и не обращая внимания ни на какие церковные и нравственные законы многие идут еще дальше не считая даже необходимым обращаться к церкви за благословением их уз в странах где гражданские законы допускают регистрацию браков и не требуют обязательного церковного брака все более частым делается вступление в сожительство без церковного венчания а также и прекращение семейных отношений без гражданский прекращение семейных отношений через гражданский развод хотя бы брак был повенчан в церкви притом забывается что греховность дела не уменьшается от того что ему придали более благопристойное название и что всякое сожительство не освященное церковным венчанием является блудом или прелюбодеянием многие же открыто живут беззаконно нисколько не заботясь чтобы хоть каким-либо образом прикрыть свое явное распутство они поступают так обуреваемые страстью другие ради выгод получаемых от их сожительства подавив в себе всякий стыд они не стесняются появляться везде в обществе со своими сожителями и сожительницами которых дерзают притом именовать своими супругами особенно прискорбно то что на такие явления стали в последнее время смотреть равнодушно не высказывая никакого отрицательного отношения к таким явлениям почему они все время учащаются ибо нет больше преград их сдерживающих то за что по церковным правилам полагается отлучение от причастия на семь и более лет по гражданским законам ограничения в гражданских правах а обществом клеймилось еще недавно презрением сделалось ныне обычным явлением среди даже людей посещающих неукоснительно храм и желающих принимать участие в церковных делах на что они по церковным правилам при таком образе жизни не имеют права что же говорить после того о тех кто меньше подвергается влиянию церкви как низко палонравственность участие наших соотечественников когда они сделались обычными посетителями а другие обитательницами притонов безнравственности предаваясь хуже чем скотообразной жизни они бесславят русское имя и навлекают гнев божий на нынешнее поколение будущее поколение молодежь и дети растет наблюдая такие безнравственные уроки со стороны старших но и кроме того перед всем будущим поколением в целом нынешнее поколение совершает великий грех слишком мало уделяя его воспитанию если прежде на родине значительное влияние на воспитание детей оказывали быт и уклад жизни то теперь не имея того дети могли бы быть воспитаны хорошо лишь при особенном внимании к тому со стороны родителей и старших между тем мы можем наблюдать обратно на воспитание детей обращается совсем мало внимания не только со стороны родителей часто занятых при искании средств жизни но и со стороны всего зарубежного русского общества в целом хотя и созданы в некоторых местах русские школы не всегда впрочем удовлетворяющие своему назначению но в большинстве русские дети за рубежом учатся в иностранных школах где не изучают ни православный закон божий ни русский язык они растут совершенно чужими для России не зная ее действительного богатства в некоторых местах существуют воскресные школы или иные русские школы для приобретения детьми тех знаний которые они не могут получить в иностранных школах отчасти это делают и некоторые русские организации однако приходится с грустью признать что родители мало заботятся о том чтобы посылать туда детей причем виноваты в том не только бедные но еще больше богатые родители за истекшие годы несмотря на тяжелые для русских условиях все же многие успели скопить или создать себе значительное состояние есть среди нас и такие которые смогли вывести значительные суммы из России или имели за границей капиталы еще прежде и сохранили до ныне хотя среди них есть много лиц щедро помогающих своим собратьям и общерусскому делу но большинство занято лишь личными своими делами относясь бессердечно к беде своих соотечественников на которых они свысока смотрят они заняты увеличением своих богатств а свободное время употребляют на развлечения и веселье нередко поражая своей расточительностью иностранцев отказывающихся верить что могут быть нуждающиеся русские если есть среди них такие богачи и возмущающихся если к ним русские обращаются за помощью действительно при большем национальном самосознании и понимании своего долга перед Родиной можно было бы еще многое создать за границей ныне же мы имеем лишь весьма незначительную часть того что могли бы иметь да и те немногие из наших благотворительных и просветительных учреждений содержатся больше на пожертвования иностранцев чем русских благодаря тому большинство наших учреждений не обладают достаточными средствами имеющие достаток русские люди вместо того чтобы прийти им на помощь предпочитают пользоваться однородными иностранными учреждениями внося в них свои капиталы русскими же учреждениями пользуются менее обеспеченные позором для нас является что обладающие средствами русские люди воспитывают часто своих детей в иностранных школах не могущих ничего дать детям для православного мировоззрения и познания Родины даже при наилучшей постановке они не уделяют никакой помощи русским школам а кроме того не заботятся чтобы восполнить пробелы национального образования у своих детей имея к тому материальную возможность многие родители совершенно равнодушны к будущему мировоззрению своих детей и одни по бедности пользуясь стипендиями а другие даже имея сами значительные суммы отдают детей в такие учебные заведения которые прямо ставят себе задачи воспитания детей в духе противном православию разные колледжи где проводится определенное религиозное но неправославное воспитание переполнены русскими детьми отданными туда или богатыми родителями видящими воспитание лишь внешнюю его сторону или бедняками польстившимися на даровое воспитание их детей и потому предоставляющими заведению детей как оно пожелает трудно сказать какие дети будут в будущем более несчастными они ли или совсем заброшенные дети которых тоже немало в зарубежье часто не знающие отца брошенные матерями они бродят по большим городам выпрашивая себе пропитание а затем приучаясь добывать его кражей постепенно они делаются профессиональными преступниками и все ниже опускаются нравственно многие из них закончат жизнь в тюрьме или на виселице но от тех несчастных не столько спросится в будущей жизни как от тех кто бывшие воспитаны в прекрасных колледжах сделаются злейшими врагами России приходится заранее предвидеть что в будущем зарубежье даст многих сознательных работников против православной России которые будут стремиться ее окатоличить или насадить разные секты как и таких которые оставаясь внешне православными и русскими будут тайно работать против России значительная часть тех кто ныне воспитываются в иностранных школах особенно конвентах хотя конечно далеко не все они окажутся таковими вероотступниками и предателями своей родины виноваты в том будут не одни лишь они а еще больше их родители не уберегшие от такового пути и не вложившие в их души твердую преданность православию стремясь лишь обеспечить своих детей в настоящей жизни и выбирая потому для них школу которая как им кажется сможет им дать наибольшее будущее такие родители не обращают внимания на души своих детей и делаются виновниками их будущего падения и измены вере и родине такие родители являются преступниками перед Россией и преступниками большими чем их дети часто еще в бессознательном возрасте переманенные в новую веру а затем воспитываемые в духе ненависти к православию подобными же преступниками заслуживающими кроме того глубокое презрение являются и те кто лично изменяет православной вере чтобы обеспечить себе более выгодное положение или хорошо оплачиваемую службу грех их есть грех иуды предателя и полученные ими изменой вере положения или выгоды суть иудины сребреники пусть не утверждают некоторые из них что они то сделали убедившись что православие не есть истина и что они постараются послужить россии исповедуя новую свою веру россия создалась и возвеличилась православия и лишь православие спасет россию подобно изменившим ей в лихолетии 1612 года новые изменники не должны быть допущены к строительству новой россии и даже быть выпущены в ее пределы да что даст и вообще зарубежья для будущего при господствующем в нем разложении не сделается ли оно источником новой духовной заразы когда вернемся на родину состояние находящихся за рубежом русских людей было бы безнадежно в нравственном отношении если бы мы наряду с приведенными печальными явлениями не видели проявления высокого подъема духа и жертвенности несмотря на тяжелые во всех отношениях условия жизни изгнанников из родины у них находятся средства для построения и благоукрашения храмов содержания священнослужителей а также и для частичного удовлетворения нужд неимущих наряду с ожесточившими свои сердца и не приносящими ничего для общего дела есть уделяющие на те нужды значительную часть своего достатка сохранились еще среди нас с радостью жертвующие церкви одни значительные суммы от своего с трудом составленного имущества а другие лепты малые но составляющие почти все их достояние подобно лепте бедной вдовицы жертвенность проявляется не только в вещественных дарах но и в неутомимой работе на пользу церкви и ближнем которым себя посвятили многие ревностно несущие труды в различных церковных и благотворительных организациях или работающие самостоятельно обремененные и без того множеством дел служебных или связанных с приисканием необходимого для жизни они отдают тем делам сокращая ради них необходимый отдых свое свободное время свою энергию и свои силы проявляя при том мужи свойственную им рассудительность а жены присущие их сердцу любовь заботы русских за рубежом охватывают не только нужды русских зарубежья но есть и отважные борцы за родину подготовляющие ее освобождение причем некоторые отправляются для того в ее пределы идя почти на верную смерть любовь к родине подвигла некоторых и за рубежом совершить деяния за которые они подверглись суровым испытаниям но которые история отметит как подвиг много стойкости и ревности проявлено в борьбе за церковную правду особенно же отрадное явление представляет часть молодежи горячо преданная церкви и родине никогда ей не виданной но беззаветно любимой таковые примеры и им подобные вместе с неумолкающим голосом совести дают надежду что в нем найдутся еще те 10 праведников ради которых господь готов был пощадить содом и гоморру и указывают путь русскому зарубежью русским зарубежом дано по своей вселенной светить дано по всей вселенной светить светом православия дабы другие народы видя добрые дела их прославили отца нашего и же есть на небесах и тем снискали себе спасение не выполняя же своего задания даже унижая православие своей жизнью наше зарубежье имеет перед собой две дороги или обратиться на путь покаяния и измолив у Бога себе прощение возродившись духовно сделаться способными возродить и страдающую нашу родину или быть ему окончательно отверженным Богом и оставаться в изгнании гонивыми всеми пока постепенно оно не выродится и не исчезнет с лица земли Псалом 41 4 слезы мои были для меня хлебом день и ночь когда говорили мне всякий день где Бог твой оси 1 10 и там где говорили им вы не мой народ будут говорить им вы сыны Бога живого и ремии 5 7 7 же мне простить тебя за это сыновья твои оставили меня я насыщал их а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц переселение переезд и бегство не в равной степени но все-таки колышут наиважнейшее вдруг высветится к месту и с каждым взглядом поднимает выше сужаются возможности приузости на выход и тянет тонущих сокровища на дно по воскресеньям в праздники привычно дрыхну спешат продать зарок с обедом заодно но предлежит рожденным человеком единственный развал вещей узреть когда по черепу смерть поддает кастетам и понимаешь все лишь суета и бред жизнь временную хочется сберечь но тает снежный ком из овольщений и добровольно стаскиваешь с плеч столь долгосрочно услаждаясь чем-то и ничего ни зернышка в потьмах шахтерский штрек заваленный от взрыва а были же мечты немало и весьма теперь же на гарнир червям и рыбам переселение и что же за багаж мы приторочили к своей пустой охапке над чем бесплатно день и ночь был страж не отчаяв шеися от беспородной не отличавшиеся от беспородной шавки из камеры всем не отличавшиеся за но переселение на выход нежеланный всем сидельцам зря изворачиваться и плести плетень не впрок таблетки алкоголик Ельцин Христос сокровище с которым отойти быть полноправным чадом у владыки благословением станет и гробница кит когда окажется на самом самом стыке к переселению пока душе одной а позже будет вознесение тела жизнь без Христа лишь блеклое пятно взглянуть на край могилы не посмело 10 июня 2008 год Игнатий Лапкин христос